В начале года на окраине города сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями был закрыт клуб с азартными играми, который находился в здании жилого дома. Здравствуйте! С вами программа «Безопасный город» и я, ее ведущая, Светлана Волчкова. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противовеской коррупции Ореховского УВД, совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противовеской коррупции Главного управления Московской области, совместно с сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области в одной из квартир города Орехово-Зуево был обнаружен зал с игровыми аппаратами, в котором в данном зале располагается около 30 аппаратов. Аппарат представляет собой старые игровые аппараты, которые были запрещены в июле 2009 года. В настоящий момент в зале установлено 4 игрока, которые осуществляли игровую деятельность, и администратор, который осуществлял выдачу выигрыша и принятие денежных средств. В настоящий момент проводятся оперативно-гостанавливания мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации данного зала и привлечения их к ответственности. По оперативной информации, данное заведение работало около месяца. Открылось оно в середине декабря, ближе к концу декабря. Правительство России затрачивает немалые средства и силы на предотвращение нелегальной деятельности в сфере игорного бизнеса. Правоохранительные органы регулярно отчитываются о количестве выявленных и закрытых подпольных казино. С июля 2009 года вступил в силу закон, запрещающий игровую деятельность на территории Российской Федерации за исключением определенных мест, так называемых игровых зон. Сотрудниками отдела экономической безопасности проводятся мероприятия по предотвращению фактов осуществления игровой деятельности на территории города и района. За 2014 год проведено более 40 проверок по данной линии работы. Изъято более 200 единиц игрового оборудования. Основные нарушения – это осуществление игровой деятельности в подпольных заведениях. В данных заведениях по практике располагаются обычно либо компьютеры с выходом в интернет, на которых осуществляется игровая деятельность, либо старые игровые автоматы, которые в основном располагаются в квартире. Так, в 2014 году была выявлена квартира, которая располагалась в городе Ликино-Дулёва. Было изъято более 30 игровых автоматов. И в 2015 году на территории города Орехозуево выявлена также квартира, в которой располагался 31 игровой аппарат. Данный аппарат изъят и устанавливается лицо, причастное к совершению данного нарушения. С января этого года закон о применении уголовной ответственности за незаконную организацию азартных игр в России ужесточили. Раньше к уголовной ответственности могли привлечь только, если следствие могло доказать получение нелегальных доходов, не менее полутора миллионов рублей. Новые поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривают усиление наказания за нелегальную горную деятельность. Сейчас наступает уголовная ответственность просто за осуществление, организацию или проведение азартной деятельности на территории, не относящейся к горным зонам. Материал проверки на правильный следственный комитет решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Ответственность несет как организатор, так и лицо, осуществляющее проведение данных игр, то есть то лицо, которое принимает деньги от игроков, выдает им выигрыш, то есть осуществляет полный контроль за деятельностью, за данной деятельностью. Ответственность предусмотрена уголовная, срок лишения свободы от двух лет. Наказание зависит от тяжести преступления и может варьироваться от минимального штрафа от 300 тысяч рублей до лишения свободы максимально до шести лет. Те же нормы применяются в отношении собственника помещения, в котором располагалось игорное заведение. Собственник помещения будет нести ответственность при условии, что он знает, кому он зовет помещение и под какие цели. Однако, как любой собственник помещения, сдающий помещение в аренду, будь то квартира, во-первых, что касается сдачи квартиры, то получение дохода от сдачи квартиры у нас облагается налогом. И сдача квартир без договора является отдельным видом нарушения. Если это касается каких-то коммерческих помещений, то ни один собственник не сдаст помещение неизвестному лицу под неизвестное производство, либо же под неизвестный вид деятельности. Если мы получаем доказательства того, что он в курсе того, под какие цели сдавался данное помещение, он также несет ответственность, как один из организаторов. Кроме того, предполагается штрафовать за организацию проведения азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии, вне игорных зон, а также за саму игру в азартные игры с получением дохода в крупном размере. Но сможет ли это остановить людей, зависимых и одержимых игрой на деньги, вызывает сомнения. Болезненные пристрастия к азартным играм Поражают как мужчин, так и женщин и не знают культурных или социально-экономических границ. Обращаются в основном не игроманы, а обращаются их родственники, которые там, жены, матери, которых мужья и дети проигрывают в заведениях. Ну, в принципе, да, это один из источников получения информации. Поступают заявления, они поступают и к нам, и к сотрудникам прокуратуры, мы совместно проводим мероприятия по пресечению данной деятельности. В последнее время в торговых центрах, магазинах, вокзалах и других общественных местах нашего города появились игровые терминалы. Маскируют свою деятельность под какие-то... сначала это была лотерея, теперь это игры на ценных бумагах. У всех у них есть пакет документов. Мы проводили неоднократно, в течение даже... в прошлого года изъято около 30, более 30 таких терминалов. Все материалы по ним проверяются нами. То есть у нас сейчас терминалы, они изъяты, и периодически такие проверки проходят. Но с учетом огромного количества их количества, как бы, конечно, не получается изъять все данные терминалы. И потому что проверки довольно сложные, потому что очень много договоров, и надо проверить каждую фирму. Действительно она осуществляет тот вид деятельности, который указан в документах. Если мы доказываем, что на данном терминале осуществлялась игорная деятельность, то есть он не выполнял те функции, которые должен выполнять по предъявленным документам, то, соответственно, организаторы, собственники данных терминалов привлекаются к точно такой же ответственности, к уголовному в настоящее время за организацию незаконной игорной деятельности. С 1 июля 2014 года вступила в силу новая редакция закона о лотереях. В соответствии с законом рынок государственных лотерей представлен тремя лотереями – Гослото, Спортлото и Победа. Организатором лотереи Победа является Федеральное агентство специального строительства Российской Федерации подведомственное Министерство обороны России. В настоящий момент также проводилась нам проверка их деятельности, но в настоящий момент нарушение не выявлено. То есть, действительно, закон о лотереях, он позволяет в настоящее время осуществлять ее деятельность. Если игра превращается в манию, то случаи неудач нередко перерастают в алкогольную или наркотическую зависимости. Зачастую проигрыш крупной суммы денежных средств наводит на мысли о самоубийстве. Лодомания – психологическое расстройство, в основе которого лежит патологическое влечение к азартным играм. С ней можно и нужно бороться. Помните, ваша безопасность в ваших руках. С вами была программа «Безопасный город». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok